Это итоги недели в студии Ольга Васенда. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих семи дней. Объединенные выборы, кредитная история и долгожданные каникулы. Прокуратура проверит детские летние лагеря, что в фокусе внимания. Великий май. Бобруйская готовится встретить День Победы. Это великий праздник. В памяти наших дедов, отцов. Куда сходить с семьей? Память сердца. На кошкомбинате открыли мемориальную доску Михаилу Кунцу. Папа очень любил свое предприятие и дело, которым он занимался. Чем запомнился экс-руководители. Всех румяний и белее. В городе прошел отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь». Очень волновалась. Я думала, что я буду заикаться. Но, в принципе, все получилось. Какой признак аном? Протестное настроение, дыхание Сахары и поток мигрантов. Лампедуза захлебывается от обилия беженцев. Как решают проблему? Обстановка вокруг Беларуси остается сложной. Вблизи рубежей нашей республики наращивается военный потенциал НАТО. Происходят провокации. Об этом президент заявил во время закрытого совещания во Дворце независимости. В фокусе внимания – недружественные действия со стороны западных и южных соседей. Не секрет, что в этих сопредельных государствах продолжают готовить беглых радикалов в составе незаконных вооруженных формирований. А террористические преступления, совершенные в этом году в Беларуси, разрабатывались именно за рубежом. Оттуда прибывали и исполнители, и оружие со взрывчаткой. Александр Лукашенко поручил правительству усилить контроль на южной границе и предпринимать необходимые меры по противодействию. Не прекращаются попытки дестабилировать ситуацию внутри нашей страны. Это, прежде всего, центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственных кураторов, в том числе и с числа иностранных спецслужб. Планируется ряд таких серьезных акций на нашей территории. Спонсоры не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. А спонсоры – это иностранные заинтересованные лица, как физические, так и спецслужбы и другие организации. Как отметил председатель КГБ, еще не все граждане осознают опасность, которая складывается вокруг нашего государства. Поэтому в скором времени будут опубликованы реальные материалы задержаний, работы контрразведки и многое другое. В первую очередь, это необходимо, чтобы каждый понимал, с чем умеет дело силовой блок. В преддверии Дня Победы президент обратился к тем, кто защищает суверенитет страны, безопасность и спокойствие белорусов. Сегодня в этом зале представители наших силовых структур УАЦ, Госкомитета судебных экспертиз, а также сотрудник Комитета госбезопасности, органов внутренних дел, пограничной службы. Все те, кто в последнее время обезвреживает тех диверсантов, которые забрасываются на нашу территорию. Как видите, история повторяется. Спасибо вам, ребята, за отличную службу. То, что вы делаете, ежедневная победа над нашим врагом, беспринципным и безжалостным. Но мы сильнее, потому что за нами правда. Как и в Великую Отечественную войну мы защищаем свой дом, своих детей. К счастью, большинство тех, кто сегодня приглашен во Дворец Независимости, к счастью, пережили радость именно трудовых побед и представляют самые мирные профессии. От всего сердца поздравляю вас с заслуженными наградами. Желаю крепкого здоровья, благополучия и вдохновения. С наступающим Днем Победы пусть этот всенародно любимый праздник и особая церемония, приуроченная к нему, служит для вас путеводной звездой в дороге к новым профессиональным и жизненным успехам. 78 лет назад был повержен Берлин. Одна из основных ролей принадлежит Первому Белорусскому фронту. В те майские дни люди ликовали, проводили митинги и были готовы усердно трудиться уже в мирное время. Среди таковых и фронтовичка Валентина Баранова. Она дошла до Праги. В ноябре женщина отметит 100-летний юбилей. Награда из рук Александра Лукашенко – лучший подарок. В вашем лице хочу поблагодарить всех ветеранов и участников той войны. Низкий поклон тем, кто сражался на фронте, боролся с врагом на оккупированной территории, выживал в концлагерях, самоотверженно трудился в тылу. И у меня есть к вам большая просьба и даже боевое задание – живите как можно дольше. Продолжайте воспитывать нашу молодежь. Без вас нам будет очень трудно. Такие люди, как вы сейчас на вес золота, вы хранители правды. Вы противовес тем, кто отрицает геноцид белорусского народа, обеляет нацизм, какие бы обличия он не принимал. Среди награжденных также учителя, врачи, артисты, строители, транспортники, аграрии. Флагман пищевой промышленности – Гродненский молочный мир. Заслужил орден трудовой славы. Единый день, горячая линия и сезонный спад в стране снизил заболеваемость ОРВИ и COVID-19. Сколько белорусов прошли полный курс вакцинации? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля 2024. Это первые объединенные выборы. Отдать свой голос можно будет как за депутатов в парламент, так и в местные советы. ЦИК ведет активную подготовку. Разрабатываются рекомендации для избирательных комиссий. Прорабатываются вопросы безопасности. До сентября определяют численность и количество округов. Кредитные истории белорусов могут сделать более подробными. Сейчас ведется публичное обсуждение. Одна из важных поправок – информация о покупках по отсрочке или в рассрочку. Нацбанк ожидает данных, например, от мобильных операторов и крупных интернет-магазинов. Такие сведения позволят специалистам точнее оценивать долговую нагрузку и кредитоспособность людей. Тем временем микрозаймы фиксировать больше не планируют. В республике снизилась заболеваемость острыми респираторными инфекциями и COVID-19. С начала года число зарегистрированных смертей от коронавируса уменьшилось на 95%. Наша страна справилась с пандемией. Более 6,5 миллионов прошли полный курс вакцинации. Среди них 250 тысяч детей. Прокуратура и МЧС проверят детские летние лагеря. Особое внимание вопросу комплектованности подготовленными кадрами, условиям проживания, организации воспитательного и образовательного процессов, проведению патриотических, культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий. Также на контроле развлекательные центры и парки аттракционов. В Министерстве образования с 10 мая начнет работать горячая линия по вопросам вступительной кампании, а также ЦЭЭ и ЦТЭ. Обращаться можно по телефону 8 017 222 43 12 с 9 утра до 6 вечера. К слову, уже 14 числа в стране стартует централизованный экзамен. Первым школьники сдадут русский или белорусский на выбор. Человек жив, пока жива о нем память. В Бобруйске открыли мемориальную доску Михаилу Кунцу. Установили ее у входа на кошкомбинат. Талантливый руководитель отдал предприятию 48 лет. Прошел путь от мастера до генерального директора. Возглавлял завод 34 года. Добился повышения качества и конкурентноспособности продукции, которая смогла получить наивысшую оценку на международных выставках. За значительный вклад в развитие легкой промышленности награжден медалью за трудовые заслуги. Папа очень любил свое предприятие и дело, которым он занимался. И стал лучшим специалистом в своем деле для Белоруссии и не только. А также папа, конечно, очень любил город Бобруйск. Он даже никогда не хотел из него уезжать. И поэтому решили, что его часть должна принадлежать городу Бобруйску. И должна, наверное, находиться на предприятии, которым он посвятил свою жизнь. Нынешнее поколение должно помнить тот вклад и тот труд, который вложили ветераны в развитие нашего города, в развитие предприятий, в развитие нашей страны. И они должны понимать, что любой труд, который мы делаем во благо нашей Родины, нашей страны, он никогда не будет забыт. В фойе горожане смогли ознакомиться с экспозицией о трудовом пути Михаила Кунца. Здесь представили фотографии прошлых лет с коллегами в цехах, на совещании и во время значимых для предприятия событий. Дата, объединяющая поколение. Бобруйск готовится отметить 9 мая. Республиканская акция «Беларусь помнит» – митинги, концерты, флешмоб, автопробег, кинотеатр под открытым небом. Программа с утра и до позднего вечера. Поистине священный праздник соберет тысячи потомков, чтобы в унисон сказать «Спасибо деду за победу». Обо всем по порядку далее. Страна на пороге священного праздника. Бобруйск встретит День Победы торжественно и масштабно. Уже в понедельник, в полдень у торговых центров «Корона» и «Абсолют» пройдут концерты. 9 числа, без 15.10, на пересечении Минска и Георгиевского проспекта выстроятся праздничные колонны. Патриотическая акция «Беларусь помнит» стартует в 10.15. С 11 начнется митинг у легендарного танка Т-34. Дорогие бобрущане, приглашаем вас 9 мая на Площадь Победы. Состоится прохождение торжественной марши воинам Бобруйского гарнизона и силовых ведомств города Бобруйска. Также будет представлена на выставке боевая техника СССР ракетного полка. Это боевая машина ОСАА, красно-разряжающая машина и пункт управления КУ-12. Весь день на Площади Победы будут работать тематические площадки, выставки, фотозоны и ярмарка мастеров. В обручании гости города смогут попробовать солдатскую кашу, познакомиться с вооружением, снаряжением и амуницией бойцов Красной Армии и узнать интересные факты о сражениях Великой Отечественной, о героизме и самоотверженности белорусов, которые отстояли страну в той страшной войне. На Площади Победы с 12 до 13 часов, а также в вечернее время с 18 до 21.30 состоятся концертные программы с участием творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, а также концертная программа Оркестра народных инструментов. Жители города Бобруйска и гостей приглашаем на праздничные мероприятия. 9 мая по традиции пройдет юбилейный 10-й автопробег. Спасибо деду за победу! Сбор участников с 12 до часа на задней парковке Бобруйск-Арены. Горожане поучаствуют в конкурсе на лучшее праздничное оформление автомобиля. В небо запустят белых голубей – символ мира и добра. Затем колонна отправится к кургану славы в Сычково. Там в 14.45 возложат цветы к памятнику в честь советских воинов и партизан. День Победы – это радость, это жизнь, наше будущее. Нас защищали, нас оберегали, нам подарили нашу жизнь, которая у нас сейчас есть. И мы должны ценить это все, по-другому никак. День Победы – это великий праздник в памяти наших дедов, отцов. И что сживать? Счастья им, здоровья. Если будет здоровье, значит и будет жизнь. Бабушка моя воевала, и дедушка, поэтому для меня, вот говорю, у меня уже все наворачиваются. Это, конечно, очень большой праздник. Дай бог, чтобы наши люди-то помнили, и наши дети, и правнуки, и внуки, все. Самые быстрые и выносливые смогут помериться силами в легкоатлетической эстафете. Соревнования на призы информационного агентства «Бобруйск-Медиа» стартуют в полдень от стадиона «Спартак». Горожанам предстоит покорить маршрут протяженностью более трех с половиной километров. Представители предприятий, учащиеся в колледже, школьники и воспитанники подростковых клубов, несомненно, получат заряд бодрости и позитива. Это то мероприятие, в котором ребята через привязанность к здоровому образу жизни могут выразить свое почтение и восприятие Дня Победы, потому что эстафета – это все-таки такое мероприятие, где нужно преодолеть себя, чтобы первому прийти к финишу. А в шесть вечера на Площади Победы горожан ждет масштабный флешмоб. Представители общественных объединений исполнят хореографические номера под песни военных лет. А с десяти до полуночи можно приобщиться к искусству и посетить кинотеатр под открытым небом. Российская лента 1941 «Крылья над Берлином» – история о подвиге летчиков минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Им предстоит сложнейшая боевая задача – нанести первые бомбовые удары по столице Германии. Баллада о самоотверженности, стойкости и отваге никого не оставит равнодушным. Личный состав УВД Бобруйского горисполкома в период проведения праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, будет нести службу по охране общественного порядка, общественной и дорожной безопасности. Уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны при посещении данных мероприятий. В связи с празднованием Дня Победы в расписании движения пассажирского транспорта возможны некоторые отклонения. 9 мая второй автобус будет курсировать по Советской, Минской и Социалистической. С 8 по 10-е 4А пойдет по Урицкого, Бахарова, Пушкина, Дзержинского и Советской. Горожанам следует заранее планировать поездки. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Успешный вектор экономики. В горосполкоме прошел круглый стол с местными бизнесменами. В фокусе внимания обсуждение законопроекта, об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности. Документ поступил в Палату представителей и готовится к первому чтению. Сейчас главная задача – обсудить со всеми заинтересованными возможные проблемные вопросы и выработать пути их решения. Важно, безусловно, отработать на всех уровнях данный законопроект. Для того, чтобы в дальнейшем, когда будет принят в Палате представителей, утвержден в Совете Республики, в нашей предпринимательской среде, работалось легко и понятно. Законопроект предусматривает планомерный переход от ИП к юридическим коммерческим организациям малым и средним. Задача – упростить администрирование бизнес-процесса и повысить степень участия в финансировании госрасходов. Из объектов малого предпринимательства исключат микроорганизации, в которых работают менее 15 человек. На господдержку смогут претендовать самозанятые и ремесленники. На страже экономических интересов Могилевская таможня отмечает 30-летний юбилей. Неоценимый вклад в работу вносят сотрудники Бобруйского таможенного поста. Служба эффективно противодействует контрабанде и трансграничной преступности. О новых технологиях Татьяна Горбач. Евгений Нехаев – таможенник со стажем. Трудится на Бобруйском посту 12 лет. Прошел путь от инспектора до заместителя начальника. Только за прошлый год, благодаря его профессионализму, обнаружено незаконных грузов более чем на 56 тысяч рублей. За высокие показатели в работе награжден нагрудным знаком Государственного таможенного комитета Беларуси. Я считаю, что в таможенных органах случайных людей не бывает. Сотрудники таможенных органов должны обладать рядом качеств, чтобы выполнять свою работу. Такие, как целеустремленность, добросовестность, умение обрабатывать большой объем информации в короткие промежутки времени и уметь правильно принимать правильные решения. А также строго соблюдать таможенные законодательства нашей страны. 4 мая Могилевская таможня отмечает юбилей. 30 лет на страже экономических интересов страны. Свой неоценимый вклад в общее дело вносят сотрудники Бобруйского поста. Через него ежедневно проходят порядка 200 партий товаров, как на импорт, так и на экспорт. Серьезный кадровый и технический потенциал позволяет решать государственные задачи на самом высоком уровне. Имеются на вооружении досмотровые комплексы, которые помогают досматривать машины, не открывая их и обнаруживать незаконно перемещаемые товары в самых труднодоступных местах. Из инноваций стоит также отметить применение навигационных пломб, использование центра электронного декларирования, с помощью которого получается выпускать товары из различных точек Белоруссии в одном месте. С 2020-го Бобруйский пост стал частью таможенного эксперимента. Теперь здесь оформляют не только местные товары. Грузы едут со всей Белоруссии, благодаря чему декларации равномерно распределяются между пунктами пропуска. Здесь не бывает сбоев, задержек и очередей. Четко отлаженный механизм работает как часы. В настоящее время таможенные органы оказывают максимальное содействие бизнесу, с чем пытаются сократить время совершения таможенных операций до минимума. Количество вывозимых партий товаров по процедуре экспорта, оформляемых до 5 минут, составляет 60%. Количество ввозимых партий товаров, оформляемых до 1 часа, более 70%. В этом году сотрудники Бобруйского таможенного поста выпустили около 8 тысяч деклараций на продукцию, перечислили в бюджет страны свыше 132 миллионов рублей, обнаружили нелегальных товаров на сумму порядка 100 тысяч. Непростая обстановка на рубежах требует от каждого еще большей ответственности и компетентности. И люди в погонах готовы дать отпор контрабанде и трансграничной преступности. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели. В стиле «Тотал Блэк» в Бобруйске прошел отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь». Во Дворце искусств собрались 58 девушек, которые решили оспорить право на бриллиантовую корону. Участницы рассказывали о себе и отвечали на каверзные вопросы жюри. Эксперты оценивали интеллектуальные и внешние параметры. Рост не ниже 172 сантиметров. Кстати, в этом году расширили возрастные рамки до 27. Очень волновалась. Я думала, что я буду заикаться. Но, в принципе, все получилось. Очень много хороших советов дали. Я уже планирую и представляю, что мне нужно сделать, что исправить, что добавить. В следующий раз, чтобы быть более готовой. На кастинг в Могилев 12 мая отправятся 32 девушки. Экспертная жюри отметила, тем, кто прошел дальше, предстоит огромная работа над речью, походкой и уверенностью в себе. Плюс большая ответственность. На кону бриллиантовая корона, автомобиль и поездка на Мисс Мира 2024. Финал конкурса намечен на сентябрь. Финансовый коллапс, невосполнимая утрата и страшная засуха. Власти Каталонии вводят ограничения на использование воды. Когда ждать дожди? Далее громкие заголовки мировых новостей. Финансовая система США терпит крах. В Соединенных Штатах лопнули уже 4 банка. Власти попытались потушить панику вкладчиков денежным дождем в 300 миллиардов. Но в этом пока не преуспели. Теперь пытаются спасти хотя бы гигантов. Более высокая ключевая ставка должна привлечь капиталы. Как минимум снизить отток. В противном случае бюджетный дефолт вероятен уже к началу июня. Риск велик, как никогда. А он повлечет потерю более 8 миллионов рабочих мест и падение ВВП на 6%. Власти Испанской Каталонии вводят ограничения на использование воды. На регион обрушилась самая страшная засуха за 60 лет. Жители 500 населенных пунктов вынуждены экономить. Запрещено мыть машины и наполнять бассейны. Меры затронут почти 7 миллионов человек. Это 80% населения. Фермеры бьют тревогу, поля превратились в пустыню. В ближайшее время ситуация не изменится. По прогнозам синоптиков, будет почти 40-градусная жара и полное отсутствие дождей. Лампедуза захлебывается в потоке беженцев. На итальянский остров ежедневно прибывают сотни, а порой тысячи человек из Азии и Африки, которые стремятся попасть на континент. Зачастую это заканчивается трагедией. Люди гибнут в воде. Миграционные службы и волонтеры не справляются с проблемой. Власти не раз заявляли, страну оставили одну с этой бедой. Рим добивается от Евросоюза общего подхода в решении вопроса. Но конкретных шагов от ЕС так и не последовало. Более ста полицейских и жандармов ранены во Франции в ходе протестов, приуроченных ко дню труда. Люди по-прежнему выступают против поднятия пенсионного возраста с 62 до 64. 1 мая в акциях приняли участие 782 тысячи. Задержаны около 180 человек. Волна возмущений не утихает. Профсоюзы предпринимают новые попытки отстоять свои права и добиваются проведения всенародного референдума. Также они рассчитывают на то, что законопроект по реформе, подготовленный группой независимых депутатов и представителей заморских территорий в Национальном собрании, одобрит парламент. Россию потрясла скорбная весть. Друг за другом ушли из жизни два известных модельера. 30 апреля в возрасте 85 лет скончался Вячеслав Зайцев. Он первым из советских кутюрье представил свои работы на неделях высокой моды в Париже. 2 мая не стало русского кордена Валентина Юдашкина. Его дом моделей ведущий в России. Дизайнер создавал костюмы для Олимпийской сборной, участвовал в разработке образцов военной формы. Шедевры выставлялись в музеях по всему миру. Художнику было всего 59 лет. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Ольга Васенда. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова